Международный чемпионат по историческому средневековому бою проходит в Москве. Это крупнейший в мире фестиваль, который объединяет спорт и историю. Здесь швейцарская пехота, испанские конкистадоры, рыцари ВКЛ. В этом году участвуют 18 стран, представленные Беларусь. Это два клуба, сябры и горцуки. Сколько весит полный комплект доспехов? Изменилась ли роль современной дамы сердца? В средневековье перенеслась наш собственный корреспондент в Москве, Дарья Белоусова-Петровская. Испания, Франция, Канада, США, Китай, Россия, Беларусь. Сотни сильных и физически крепких мужчин из 18 стран мира на несколько дней перенеслись в эпоху средневековья. Сегодня они не инженеры, блогеры, банкиры или предприниматели. Все они бойцы пехоты, армии разных государств. Средневековый исторический бой – это сражение на стальном оружии 13-15 века. Это мечи, топоры, алебарды. Как видите, все участники ресталища сражаются, не щадя друг друга. Поэтому на этих соревнованиях есть одно очень важное условие. Все оружие не заточено, ведь безопасность превыше всего. Поэтому перед сражением весь боевой арсенал проходит жесткую проверку. Маршалы – это средневековые судьи – изучают резьбу, вес и форму каждого оружия. Мы чипуем оружие, чтобы оно было безопасное, допущенное и не было минимизировать травмы. Но избежать ссадин и синяков просто невозможно. Здесь сражаются по-настоящему. Удары наносят с такой силой, что не спасают ни кольчуги, ни стальные шлемы. Чисто доспехи весят 35 килограмм. Еще 7 килограмм весит поддоспешное снаряжение. Среднестатистическому парничке, который легко может пробежать 10 километров, если надеть его в доспех, то он нормально начнет драться через год или два. Современные дамы сердца совершенно не похожи на флегматичных средневековых красавиц, которые томно сидели на трибунах и посылали рыцарям воздушные поцелуи. Нужно смотреть, чтобы все были защищены, чтобы у всех было оружие, чтобы никто там не нарушал правила, если что подсказываешь. Не знаю, они называют меня мать. Беларусь на этом чемпионате представляют два клуба – сябры и горцуки. Это горные духи, которые подчинялись богу Перуну, превращались в хищных птиц и размахом своих крыльев вызывали молнии, бурьи, ураганы. И в этот раз тоже не обошлось без мистики. Бой белорусов соперниками из России вызвал шквал эмоций. У каждого члена команды может быть своя определенная роль, которую он четко выполняет на ресталище. Это со стороны кажется, что это немножко хаотично, хаоско. Нет, на самом деле все заранее отработано, все натренировано, спланировано. Исторический средневековый бой проходит в нескольких номинациях – один на один, пять на пять и двенадцать на двенадцать. Проигрывает тот, кто падает или касается земли тремя точками опоры, например, двумя руками и коленом. А побеждает самая физически и технически подготовленная команда. Ведь за дни чемпионата бойцам приходится участвовать в десятках стражений. Дарья Белоусова-Петровская, Алексей Чернюк, агентствители новостей, Москва.